Приветствую вас, Анна. Прочитаю ваш вопрос. Даже не вопрос, а такой текст достаточно большой. Значит, совершенно очевидно, что у мужчины чувство к вам есть, совершенно очевидно, что он эти чувства считает слабостью, совершенно очевидно, что ему они кажутся чем-то деструктивным, и в этом смысле он, к сожалению, прав, потому что ваши отношения одни. Изначально были построены на очень нездоровой истории, на созависимости, на сорок, в общем, незрелых, очень незрелые отношения. И они, эти незрелые отношения, в общем-то, продолжаются сейчас. Ссоры по переписке, в которых вы снова и снова участвуете. Противоречия. Вы пишете, что... Одной строчкой вы пишете, что все, отношений нет, не закончились. Молодой человек сказал, что у вас больше нет отношений. В другой строчке вы пишете, что вы просите дать время. Время на что? Опять же, непонятно. В другой строчке вы пишете, что я прошу пока... Он дал время, но ведь это не он дал время, а вы вроде бы время это взяли. Не гулять. Хорошо, если не гулять, ладно, ладно. Но если вы что-то не позволяете, то нужно что-то разрешать, что... Как бы вот, что вы даете взамен. Что вот он не гуляет, да? А, собственно... Собственно... Что получает... Что получает... Непонятно. Непонятно. Вот. То есть... Тут очень много противоречий и... Незрелых эмоций, незрелых чувств. Вот. Мне кажется, что... Вам нужно сначала разобраться, вообще-то говоря, с собой. Вам нужно разобраться с собой, со своими эмоциями. Вот. Учиться, может быть, правильно их выражать. Учиться, может быть, выражать их бесконфликтно. Учиться, может быть, бесконфликтному общению. Вот. И так далее. То есть это вот то, что необходимо сделать вам, если вы хотите отношения сохранить. Потому что сейчас... Вот сейчас, даже если вы вернёте отношения... Вот. Сейчас, даже если вы отношения вернёте, даже если вы опять останете вместе, будете вместе, точнее. что... все проблемы... Постараться. Постараться. Потому что... А что изменилось? Собственно. Ладно. Ну вот вы... Он вернётся к вам, допустим. Да. И что изменилось? Что изменилось? Вы же никаких решений не принимаете. Ну вот вы говорите, что да, я виноват, там, я... Вовремя не ушла, там, уж такое и так далее. Ну хорошо. Хорошо. Допустим... Допустим, так. А решение какое? Учего. Именно решение. Это решение. То есть решение, это как бы и нет. Понимаете? Решение ситуации проблемной, которая имеет место быть, как бы и нет. Но вы свою вину признали. Вы свою вину признали. А дальше? Что? А дальше? Как бы, какой эффект должен быть от того, что вы свою вину признали? Это ведь очень тяжело, когда люди постоянно ссорятся, они постоянно мирятся. Вот. Но это происходит снова и снова. То есть вам обоим нужно работать над собой. Вам обоим нужно работать над своим эмоциональным интеллектом, над своими противоречиями. И поскольку обратились к нам вы, то я полагаю, что именно вам и делать первые шаги, значит, к тому, чтобы, учиться бесконфликтному общению становиться более зрелой личностью. личностью. Вот. И став более зрелой личностью, значит, уже можно будет тогда о чем-то говорить. А вот, в принципе, ну, в принципе, так мне видится ответ вам на ваши вопросы, потому что такой мне видится ответ на вопрос. Много вы написали, всего, конечно же. Вот. Вот вы пишите, например, что я своим нетерпением всегда все порчу. Вот. Вот. Так это что? Вот. Что такое нетерпение-то? Нетерпение-это сценарное поведение. Вот. Определенно. Значит, у вас имеет место быть сценарное поведение. То есть, определенный сценарный паттерн, который активируется, ну, вот, там, в результате, значит, в какой-то ситуации. Вот. Вот. Понимаете? Ну, нетерпение, в том числе, связанное и с тем, что вы хотите. То есть, нетерпение, в том числе, связано и с вашим желанием. Вот. Понимаете? Такая штука. то есть, с этим нужно работать. Опять, тем, что стоит за вашим нетерпением. Ревность у вас есть по отношению к нему. Ну, вот. Вы пишите, знаю, я должна была успокоиться, и сейчас сразу, когда он дал время, но это время он дал его словам якобы мне. И что? И, как бы, к чему это? Постоянно в любой переписке пишет, что отношений нет, он свободен. Так правильно, вы просили время, он вам не выдал, причем проблема. то есть, корень, косяк того, что вы пишете, заключается в том, что вы говорите, что отношения вам возвращать не хочется с ним, не хочется возвращать отношения. И это, в общем, ну, понятно. Понятно. Но при этом вы говорите, что вы что-то чувствуете к нему. Вот. И вот это что-то вы чувствуете к нему, да, не является любовью. Потому что именно счастливым его сделать, вы, ну, я бы не сказал, что хотите. Я бы не сказал, что что-то указывает на то, что вы хотите сделать его счастливым. К сожалению. К сожалению. Вот. Так мне, по крайней мере, это видится. Такой аспект мне это видится. В таком ключе и контексте мне это видится. вот. То есть нужно определиться с тем, что это у вас за число. По отношению, по отношению к этому человеку. Это важно. Понимаете? Это очень важный момент, если мы хотим разобраться в этой ситуации. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, то, что вы пытаетесь понять, что человек вам хочет донести. Вот. То есть вы пишите, что хотите понять, понять его. Вот. Но вам не нужно его понимать. Вам нужно понять себе. Нужно разобраться в своих чувствах. А вы пока что ориентируетесь исключительно на него. Вы ориентируетесь исключительно на человека. Вы ориентируетесь на его чувства. Вы ориентируетесь на его эмоции. Вы ориентируетесь на его... Ну, допустим, вам выражают. Вот. По крайней мере, пытается ориентироваться. Знает. И из-за этого вам, конечно же, тяжело. Совершенно очевидно, что тяжело, потому что, ну, как по-другому-то, да, как по-другому-то, если... зависит сейчас... Ваше состояние зависит от него по сути дела. Тут более-неболее вам будет сложно. И в этом смысле вы не самостоятельны. В этом смысле вы не самостоятельны. Я очень хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Я очень хочу, чтобы вы увидели... чтобы вы увидели... проблему. Она не в том, что вы не можете понять человека. Она в том, что вы пытаетесь его понять. вместо того, чтобы понять себя. Понимаете? Какая штука. Вот это. Вот это. То, что вам необходимо... четко-четко для себя выделить. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд. Дальше. Значит... У первых эмоциональных людей. Знаете? Как сказать? Эмоциональность является, безусловно, чертой... вашего темперамента. это... это правда. Но... но... давайте мы с вами все же будем честны и скажем, что своей эмоциональности вы сами способны управлять. своими эмоциями. То есть, вы сами способны управлять своими эмоциями. И чтобы не было ссор, в которых участие принимаете в том числе и вы. Чтобы не было драк, которые вообще неприемлемы. И чтобы не было, соответственно, чувство стыда после всего этого. Вам необходимо над этим работать. Ваш молодой человек обидчивый. Как любой обидчивый человек, он, конечно же, не по своей воле, но тем не менее, он манипулирует. Сейчас любой обидчивый человек это манипулятор. Любая обида есть в манипулировании, к сожалению. Любая обида есть в манипулировании. И вами человек манипулирует. Пытается, 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 пытается манипулировать. Очень важно, чтобы вы это поняли. Чтобы вы это увидели. И перестали играть в игру под названием «Скандал». Есть такая психологическая игра на «Скандал». Так и называется «Скандал». И вы можете почитать о ней в интернете. Вот. Ее используют люди, которые боятся близости. Вот и вы боитесь, к сожалению, в той самой близости. Вот. И вопрос, конечно, очень интересный. Чем для нас она, то есть близость. Так страшно. Почему вы боитесь близости? Ведь вы ее и хотите одновременно. Но в то же время и боитесь. Вот это то, на чем нужно работать. То есть перестать играть в эту игру «Скандал». Работать над своими личными границами. Чтобы иметь возможность отделять себя от человека. Ну, другого человека. Чтобы иметь возможность не растворяться в нем. Как это происходит сейчас. Сейчас. Да. Вот. Возможно, стоит лучше исследовать себя. Лучше изучить себя. Возможно, следует лучше постараться понять себя. Возможно, стоит провести, скажем так, ну, ревизию того, чем вы занимаетесь. По жизни. Чем вы занимаетесь. По жизни. По жизни. Провести ревизию. Найти себе новое увлечение, хобби. Чтобы вы стали более такой вот, ну, более, скажем так, ну, более независимый, что ли. Это важно. Это очень важная история. Если, опять же, вы захотите реально сохранить ваши отношения с мужчиной. Вот. В принципе, так, я думаю, вам можно ответить. Поработать надо необходимо вот контролем над правильными, над конструктивными способами реализации ваших потребностей и желаний, в том числе. Вот. Это всё работа. Это всё работа, которую нужно делать. Которой, которой нужно заниматься и, которую необходимо реализовывать. Ну, т. б. Притворять в жизнь, скажем. Скажем так. Вот. А пытаться понять другого человека бесполезно. Потому что сегодня он один, завтра он другой. Тем более, ваш молодой человек, он, видите, такой достаточно непостоянный товарищ. Вот. Опять же, это ни в коем случае не его вина, прямая вина, это не вина, но ответственность. Вот. Он эту ответственность пока что на себя брать не хочет. И правда заключается в том, что и не захочет. Вот. И не захочет до тех пор, пока вы не продемонстрируете ему что нужно. Понимаете? То есть, происходят ситуации, которые очень, как бы так сказать, очень тревожные драки. Да? То есть, мужчина, как минимум, теряет свою музыку, теряет самого себя. Ибо ни один, ну ни один мужчина, уважающий себя на женщину, например, руку никогда не поднимет. Вот. И ни одна женщина, уважающая себя, не позволит мужчине себя бить. Но вы почему-то позволяете, что, опять же, наводит на мысль о том, что возможно. Возможно. Я не говорю тебе, это обязательно. Так. Ну, возможно. Возможно. У вас занижена тематинка. Вот. Я в этом не уверен, но возможно. Поэтому, с этими вещами, необходимо разбираться. И, работать. Вот. И, когда вы обновлённо представите, эээ, предстанете перед мужчиной, или, когда вы начнёте демонстрировать ему свои перемены, вот. О, потому что, ээээм, или. Что значит, мудр? Ну, мне кажется, кажется, ээээм, 한데. Ну, мне кажется, кажется, эээ, разные отношения себя спримать. Значит, вам!」 Который даст данный. Вот. Такой ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите. Личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!